Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, сегодня обсуждаем ситуацию на зарубежных рынках. Да, вот такая у нас сегодня история. Не совсем патриотичная, может быть. Хотя в этом, опять, как и всегда, есть определенный смысл. Разговаривать о том, что происходит за рубежом, мы будем сегодня с моими гостями в студии Сергей Кочергин, аналитик группы карпаний «Форекс Клаб». Добрый вечер, Сережа. Здравствуйте, спасибо. И Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Ну, традиционно как? Настроение у вас хорошее, да? Очень хорошее. Очень хорошее. С чем это связано? Евро растет. Евро растет. А ты, естественно, в лонгах. От 1.20 еще скажи. Ну, чуть повыше, да. Ну, чуть повыше. Я думаю, что хорошее настроение может быть сейчас по одной простой причине. На улице Баби Лето. Великолепная погода. Солнышко, а? Как тут можно не радоваться? А евро и все остальное, это только... Это вещи, которые портят только настроение, я бы так сказал. Ну, да ладно. Чтобы ничто нам не испортило настроение, сегодня мы и собрались. Уважаемые слушатели, напоминаю, вы можете позвонить, задать вопрос моим сегодняшним гостям. Телефон в студию 495-6510-99, сайт компании финам.фм. Пишите, звоните, делитесь собственными наблюдениями по поводу того, что же происходит на зарубежных рынках. Ну, кстати, я хочу сразу, я сразу хочу подчеркнуть, что, наверное, мы будем говорить и не только о зарубежных рынках, поговорим сегодня и о рубле. Ну, основная тема, все-таки, я думаю, рынок валютный, поскольку в этом есть определенный смысл в преддверии сегодняшнего ключевого события века. Ну, хорошо. Традиционно начнем с картины маслом. В 18.06 в Москве американцы открылись и рисуют следующие котировки. Основные индикаторы американского рынка Dow Jones прибавляют 0,1%, а S&P 500 меньше активен, да, менее активен 0,07%. РТС и ММВБ, ну, практически сегодня не шевелятся по понятной причине. Сегодня мало кто шевелится, на самом деле. Все в ожидании событий. А вот из тех, кто шевелится. Сырьевой рынок нефть марки Brent сегодня вышла выше 160 долларов за баррель. Текущая котировка 116.11, да, в моменте было еще больше, до эфира, по крайней мере, там больше процента стоило. Золото в пределах, да, недавних хайов, 1735 за унцию. Ну, индикаторы рынка валютного, опять-таки, ну, видимо, в этом есть связь определенная. Накануне нашего эфира, буквально там за час до сухого остатка, рынок валютный ожил, начал корректироваться по мажорам. Укрепляется иена и против доллара и в кроссах. В общем, жизнь зашевелилась. Я так понимаю, это нервы. Конечно, евро-доллар в моменте 1.29, фунт 1.61, доллар-иена 77.44. Вот такая вот история. Основной набор головых фишек наших отечественных сегодня в основном в красном цвете. Вот, ну, идей тут не очень много. Повторю, все ожидают заявленное на сегодня выступление господина Бернанки, которое случится в 22 по Москве. Всем, естественно, припасть, да, надо будет в это время к экранам телевизоров, да, наушникам. И слушать, 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 впитывать, что же он такого скажет и как мы будем жить дальше, буквально с завтрашнего дня. Кстати, сегодня, да, ну, небольшая, наверное, раскорреляция, если позволите. Сегодня 13-е число, но всего лишь четверг. Вот если бы это вот случилось завтра, да, пятница, 13-е, выходит Бернанки и понеслась. Красота. Ну, что ж, давайте начнем. Ну, если позволите, да, по крайней мере, с вами мы в эфире не так часто встречаемся. Мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу того, что, почему, зачем сегодня ждать от выступления главы Федрезерва. Дим, давай с тебя начнем. Ну, что говорить, все ждут новой, скажем так, новой фазы программы выкупа активов. Именно выкуп активов – это ключевая фраза, которую будут искать в тексте заявлений, будут слушать, слушаться выступления Бен Бернанки, поскольку все остальные ресурсы, все остальные, скажем так, средства, которые у ФРС есть, они в значительной степени исчерпали свой потенциал. И реально повлиять на сейчас текущие ситуации, когда у нас очень интересная ситуация в экономике. У них. У них. У них, да, в общем, у нас тоже, по большому счету, глобальная экономика, она очень сильно интегрирована. Когда мы целый день смотрим, как торгуется СНП, так же, наверное, часто, как фьючерс на СНП, так же, как наш фьючерс. А представь, я вот так на секунду предположил, мы целый день смотрим, как СИП торгуются, а они там за океаном смотрят, как РТС торгуются. Такое возможно тоже. Когда вот скоро сейчас запустят биржа инструменты, может, они перейдут к нам. У них-то сегодня какие-то заявления с еврозоны новотные, вообще, говорит, запретить нужно роботов, алгоритмическую торговлю, все это зло и вообще вредит макроэкономике. Вот они все к нам и придут, куда-нибудь деваться еще. А у нас еще нет роботов, что ли? А у нас как раз наоборот создадут для них самые приятные условия. У нас будет такой рынок роботов. Да, да, да. Ну, в принципе, уже и так в значительной степени рынок роботов, если посмотреть на наши самые торгуемые инструменты. Если посмотреть в зеркало, я подхожу с утра и вижу, что я практически робот. Да, да. Особенно на такой пиле, который вот сегодня. Да, да, да. Вот классический день. Мы видели август, который был самым уничтожающим для всех тех, кто любит торговать по тренду за несколько лет. Но там была и другая страна, которая заработала. Продавцы опционов для них был месяц самый лучший за 6 лет. Поэтому тут, конечно, все на рынке как-то часто бывает. Нет только тех, кто проиграл. Но так иначе, если говорить о Бернанке, ожидания явно завышены. Потому что вроде как даже давал намеки накануне глава ФРС, что да, да, возможно. Более того, большая часть ФРС такие голуби явно выраженные. Так получилось. Или комитета-то имеешь наоборот. Ну, конечно, комитет управляющих, в данный момент принимающих решения. Они в явном большинстве. Они, конечно... Ну, там Булок такой парень-то он все-таки... Ну, он всегда считался нейтральным. В том-то и дело. Это он сейчас стал ястребом в таком вот интересном коллективе. Поэтому все ждут, что непременно объявят о новой волне. С моей точки зрения, в значительной степени без оснований. Вот это ожидание Блумберга 60%. Ну, просто не в той ситуации сейчас финансовая система США, чтобы идти на радикальные меры. Как бы можно, конечно, говорить, что инфляционная угроза, она под контролем. Да, рынок труда у нас... Кстати, у них сегодня производственная инфляция вышла выше ожиданий. Но там за счет продовольственного и пищевого... За счет продовольственного и топливного компонента, если посмотреть, очищенный показатель, даже чуть ниже оказался. И, строго говоря, там, в общем, ничего пока. С инфляцией все не так страшно. С рынком труда вроде как ситуация немножечко стабилизируется. С рынком недвижимости ситуация находится в коме. И никакой, так сказать, никакой активности не поможет. Поэтому ожидания в значительной степени беззавыщены. Но, может быть, в преддверии избирательного цикла. Может, в преддверии какой-то такой текущей конъюнтуры. Потому что Драги был очень неожиданно позитивен. Может, мы увидим, что ФРС будет также неожиданно позитивен. И это, конечно, может спровоцировать финальную войну ралли. Которая потом, конечно, приведет к неизбежному финалу. К достаточно жесткой коррекции, с моей точки зрения. Вопрос только в тайминге этой коррекции. Она может быть либо в октябре, либо, может быть, уже ближе к концу года. Так или иначе. Но, с другой стороны, конечно, все это неоднозначно. Поскольку, реально, основные индикаторы риска, они пока еще находятся в зоне такой отрицательной. То есть, что это означает? Что дисконт рисковых активов, он пока еще высок. За счет этой ликвидации дисконта все очень неоднозначно. И даже валюты рисковые также находятся в этой зоне дисконта. Там евро австралиец. Хотя и на хаях, но корректировал существенно. Евро-то вообще низко находится, который был традиционным индикатором опиток риску. Но, с другой стороны, опять же, если смотрим на долговой рынок, там ситуация сейчас вроде бы улучшилась. Хотя, сегодня и долговой рынок Европы прежде всего, который сейчас является основным индикатором ситуации глобальной. В общем, ситуация очень сегментированная, очень непростая. И в то же время видно, что на рынке упала торговая активность очень сильно. Даже мы видим, что мы видим такие вот длительные промежутки пилы в узком диапазоне, потом резкие всплески, когда приходит даже небольшой объем. Это все говорит о том, что, конечно, рынок рисковых активов находится в не очень хорошей ситуации. Очень многие крупные игроки с него ушли. И эта ситуация гораздо более грустная для нас, как фондовых, так скажем, иногда спекулянтов, иногда инвесторов. Думается, тоже это просто, скажем так, фаза спада, которая так или иначе все равно со временем сменится. Дим, скажи мне, вот ты лично, что ждешь сегодня от Вернага? Будет QE3? Я думаю, что в том виде, в котором его ждут, то есть в виде выкупа активов, радикально его не будет. Так, времени немного осталось. Ну, давайте мне, Сереж, начни по той же самой... Разделяю мнение моего коллеги. Наша компания также полагает, что QE3 будет отложена. Сейчас от имени компании, да, сегодня? И от своего имени в том числе. Предположительно, эта программа может быть запущена в декабре 2012 года или в начале 2012 года. Связано это с чем? Уже с после выборами, да? Да, перед выборами, навряд ли, Федрезерв пойдет на данную программу. Ну и плюс, так называемый фиксальный обрыв, то есть в начале следующего года. Сереж, спасибо. Значит, продолжим этот разговор после новостей. Слушаем новости. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На финал FM программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем обсуждение происходящих событий на зарубежных рынках прежде всего. Конечно, коснемся и отечественно. Напомню, в гостях у меня уважаемые люди. Сергей Кочергин, аналитик группы компании «Форекс Клаб». Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас напоминалочка. Телефон в студию 495-6510-996. Сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте вопросы. Делитесь собственными мнениями. Как вы думаете, чего же нам ждать практически в ближайшие часы? Время «Ч». Или как «Время Х», «Время Х». Ну, тут много всяких вариантов. Сергей Кочергин, давай продолжим. Итак, мнение собственное. Мнение твоей, собственно, непосредственно компании. Что ты ждешь от выступления Берданки? Спасибо. Как мы уже говорили, КОЭ-3 ФРС США, вероятно, отложит на начало 2013 года по ряду причин. Первая причина — это выборы. То есть именно КОЭ-3, вероятно, после выборов. В случае, если бы КОЭ-3 была запущена до выборов, это, возможно, оказало бы некую поддержку нынешнему президенту Барокко Обаме. Но так как ФРС США должна поддерживаться нейтральной позицией, соответственно, декабрь 2012 или январь 2013 — это более вероятный срок запуска. Следующий фактор — это фактор так называемого фиксального обрыва, о котором многие экономисты говорят, в том числе президент Международного валютного фонда. В данном случае в начале следующего года американская экономика сократит свои госрасходы и, соответственно, увеличит налоги на американские домохозяйства. По ряду оценок подобные действия могут привести к достаточно резкому снижению ВВП США, с учетом того, что госрасходы входят как раз в структуру ВВП США. А тема государственного долга, который уже начали, собственно, муссировать, да, хотя, в принципе, еще... Вообще Америка должна все-таки придерживаться долгосрочной цели, а данной целью является снижение именно долговой нагрузки и уменьшение дефицитов бюджета. Вот сейчас мы наблюдаем очень высокие показатели, то есть соотношение госдолга к ВВП в районе 100%, дефицит бюджета там в районе 7% в год. Вот, и, наверное, я еще хотел прокомментировать то, что было до рекламы, кто от кого зависит, там, СНП от РТС или РТС от СНП. Да, это очень интересно. На самом деле, на этот вопрос американские в свое время экономисты ответили, где-то в 80-х годах был предложен так называемый тест Грэнджера, который определяет взаимосвязь двух временных рядов, или так называемую коинтеграцию временных рядов. Соответственно, с помощью определенных, скажем, моделей можно вычислить, что именно, допустим, движение индекса СНП влияет на РТС, а не наоборот. Вот, хотя сейчас рынки действительно стали настолько глобализированы, что, возможно, есть как бы некий третий фактор, там, допустим, процентные ставки, которые будут влиять на оба показателя. Не, ну, здорово, да, вот ты рассказал эту историю, хотя, мне кажется, гораздо проще, да, можно посмотреть на эти вещи, кто от кого зависит, немножко в другой плоскости лежит. Что касается ставок, кстати, надо проанонсировать уважаемым слушателям, ну, по крайней мере, кто не в курсе, Банк России повысит процентную ставку, ставку рефинансии 8,25 с завтрашнего дня. Вот как, борются с инфляцией. Ну, такая борьба с инфляцией методом удушения больного. Да, 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 методом тыка. Такой очень интересный способ, понятно, для, в общем, большинства наблюдателей, понятно, что инфляция у нас ставкой не регулируется, что у нас есть существенно другие факторы, которые касаются притока ресурсных денег в страну, которые касаются общей, общей станции денежной массы в экономике, и, соответственно, непосредственно повышение ставок прямой, ну, к чему придет, что будет дороже кредит для обычных, для малого бизнеса, среднего бизнеса, что будут банки, в общем, вряд ли существенно будут испытывать какие-то проблемы, у них сейчас маржа высокая, вряд ли ударит, прежде всего по тем, кто может двигать экономику, кто может брать кредит, а на инфляцию реально, конечно, вряд ли это окажет существенное явление, хотя, так или иначе, конечно, такие вот в последнее время слышны радикальные призывы, ставку сделать 2%, и совсем, да, или Центробанк вообще отменить, конечно, это другая крайность, которая ни в коем случае. Нет, нет, ну, это понятно, это на уровне иотизма все, а вот то, о чем ты говоришь, я согласен, согласен с тобой. Причем мы какое-то время назад как раз вот с вашими коллегами обсуждали ситуацию, что Центробанк России, да, в такой жесткой, да, дилемма у него, да, в жесткой ситуации, значит, что делать-то, с одной стороны, замедление экономики, с другой стороны, вот есть опасность, да, осенью ускорится инфляция, ну, и традиционные методы, что делать, да, ставку повысить или, да, понизить ее, может быть. Да, на самом деле, Центробанка, да, есть гораздо более гибкий инструмент регулирования таких вот даже инфляционных процессов, там-то, как курс рубля, да, соответственно, поскольку до сих пор у нас в структуре импорта значительную степень иностранных товаров, хотя сейчас и меньше значительно, чем раньше, так или иначе, это гораздо более влияет, то есть есть набор косвенных факторов, которые значительно более влияют на инфляцию, чем процентная ставка. Совершенно верно, совершенно верно, соглашусь. Ну, ладно, бог с ним, вспомнили просто, заговорили о ставках, вспомнили. Значит, последний, давайте, и непосредственно тогда на графике, у меня теперь есть здесь в студии торговый терминал, поэтому все гораздо живее будет происходить. Значит, последний, давайте, подытожим, собственно, ждем мы выступления господина Бернанке, да, с большей вероятностью, а Куев он не скажет, да, я так понимаю, да, в этой позиции подъезжу. Можно сказать, что такое новое, да, что никто не ожидал, и это может быть воспринято как даже что-то сильное, да, потому что рынки готовы, может быть, в данный момент для какого-то роста, хотя в США там все гораздо хуже, чем в Европе. Не, ну очевидно, что они, они нас, вот, низкий старт, я вижу, любой график смотришь, все низкий старт заняли. Все стоят на хаях, причем стоят, не корректируются, все ждут, сейчас вот, да, будет, как вот, выстрел стартового пистолета, и полетим, там, штурмовать высоты. То есть мне важно, да, понять, с вашей точки зрения, да, после того, как господин Бернанке что-то скажет, что с рынками-то произойдет? Рухнут они? Покупай на слухах, продавай на фактах? Давайте я прокомментирую, по паре евро-доллар 1,27 можем увидеть. Сегодня же? Нет, не сегодня, но в течение, там, допустим, недели. То есть тот рост, который мы наблюдали с уровня 1,2 до уровня 1,29,5, он фактически проходил без коррекции, поэтому на фоне того, что ФРС проявит нерешительность, мы как раз можем скорректироваться. Нет, ну я с тобой соглашусь, во-первых, коррекции, да, практически нигде не было коррекции, потому что вот мы, прям, 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 хотя если говорить о евро-долларе, да, если говорить о более глобальных трендах, что называется, как раз вот это движение, его можно, да, в качестве коррекционного-то, собственно, и воспринимать. Но, тем не менее, уровень 1,29 достигнут, ну, близко 1,30, ровная циферка там, да, рынок любит тоже так, круглые цифры, вот. И, соответственно, по факту, что мы можем увидеть, да, ну, без разговоров о том, что после выступления, да, как правило, мы видим, там, повышенную волатильность, да, там, значит, туда-сюда, туда-сюда, но, тем не менее, да, что будет 1,31, или все же мы увидим, значит, коррекцию в рамках вот этого восходящего тренда. Сереж? Можем даже дойти до 1,3, то есть до ключевого уровня сопротивления, и потом уже пойти вниз. Ну, то есть толкнуться, да, и выдохнуть, пойти. Ты как думаешь? Думается, что все-таки они, сегодняшние будут итоги заседания восприняты первоначально позитивно, и в целом, вот, если так посмотреть на долгосрочные, да, графики, ситуация такая очень интересная, потому что у нас была очень длительная консолидация, длительная консолидация, из которой мы вроде бы начали выходить вверх. Это если смотреть, опять же, рисковые индикаторы, если смотреть пару, там немножечко вообще ситуация интересная, потому что там был тренд среднесрочный вниз, а сейчас мы нарисовали импульс вверх, причем такой пятиволновый, классический. Про кого сейчас говоришь? Евродоллар. То есть с позиции волнового анализа там хороший был импульс, который на валютном рынке бывает достаточно редко, и сейчас после коррекции там по сетке Fibonacci у нас там может быть продолжение этого среднесрочного разворота и, соответственно, продолжение очень хорошее сентябрь-октябрь, соответственно, когда мы будем наблюдать, что S&P будет так ползти, пытаться вверх там по, так сказать, рисковые активы будут расти дальше, российский рынок тоже будет подрастать вместе с Европой, пара евро-доллар будет тоже хорошо отскакивать, а потом, когда станет ясно, что греческие все эти обещания оказались пустыми, и когда ситуация в Европе вновь начнется новый виток напряженности, там будет совершенно интересная ситуация, потому что даже на валютном рынке сейчас неоднозначно, говорили про иену, да, там, которая, конечно, перестала быть индикатором аппетита к риску, но что, если она, то, что иена растет, говорит о том, что реального притока со стороны реального притока рисковых денег на рынке в таких масштабах, каких это было стратегически-исторически, все-таки не наблюдаются. То есть есть спекулятивные притоки, есть притоки тех, кто боялся опоздать на поезд, который поедет в небеса, и, в общем, они сейчас, нужно дождаться, пока они все сейчас зайдут, выгонят индексы сантиментов в перекупленную зону, потому что сейчас все индексы сантиментов еще в той зоне, когда больше ждут все-таки снижения, да, и тогда там уже можно будет хорошо готовить к коротким позициям, я лично гораздо больше люблю короткие позиции, потому что они приносят прибыль быстро, и, конечно, приходится долго ждать, иногда даже давление идет, как же так, вы ничего не делаете, сидите, а вот как же все, рынки все растут, а зато, когда дождался момента, все приходится быстро и приятно. Ну да, и тут вовремя зашортить, да? Кстати, вопрос такой, вот я сейчас сеточку Фимоначчи нарисовал от максимума февральских, вот ровно в 61 уперлись, это 29.30, ровно вот сейчас уперлись от него. Хорошо. Да, и забыл еще сказать, вот можно эту стратегию подкреплять, если хочется какой-то дополнительный заворот, так опционы продавать, например, продажа опционов на индекс РТС, начиная с, если мы возьмем, с 15 августа этот месяц, экспирация будет самая золотая с начала года, и вообще посмотрим график с начала года, тот, кто продавал каждый месяц опционы на 10% в своем портфеле, уже заработал бы 60%. Но надо помнить, что бывают такие месяцы, когда можно от этих 10%, грубо говоря, потерять 30%, был такой месяц в март в этом году, поэтому нужно комбинировать, так сказать, на любом рынке. Ну, это всегда стратегия интересная, совместно со Спотовым и еще рынок производных инструментов. Сереж, значит, о иене мы говорили за кадром, да? Можно как раз о иене? Давай, давай, давай. В моменте иена относительно американского доллара существенно укрепляется. Так вот, хочется отметить, сегодня Америка размещает 30-летние облигации, то есть ожидается там доходность где-то в районе 2,9%. Часто мы наблюдали такие ситуации, что Банк Японии проводит интервенции именно в тот момент, когда Америка размещает эти облигации. То есть японцы покупают американские облигации, вызывая спрос на доллар, и пара доллар-иена, соответственно, отскакивает. Вот этот отскок по паре доллар-иена мы видим где-то от уровня 7,7-2,0. Я понял. Ну, собственно, если об этом говорить, то логично, да, что сегодня в азиатскую сессию мы можем увидеть резкое движение. Текущий курс, я еще раз повторю, 7,730 в этом районе. Значит, давайте сейчас слушаем новости, а потом продолжим разговор о валютных парах. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ситуации на зарубежных площадках в призме нашего внимания международный валютный рынок Форекс. Что происходит с валютными парами? Сегодня мы разговариваем об этом с гостями. В гости в студии Сергей Кочергин, аналитик группы компаний «Форекс Клаб» и Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка, инвестиционные компании «Русинвест». Для вас, уважаемые слушатели, напоминаю, телефон в студию 6510996, код москвы495, или сайт финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте. И ваше мнение мне очень интересно. Как вы думаете, какова реакция, сегодняшняя реакция после выступления господина Бернанки? Как вы думаете, будет КУЕ-3, не будет КУЕ-3? И где мы увидим с вами евро-доллар буквально через несколько часов после этого выступления? Значит, мы продолжаем разговор о японской иене. Доллар-иена, текущая котировка 77.46. И, Сережа, еще раз твоя мысль по поводу возможности интервенции, связанной с выкупом как раз десятилеток американских. Тридцатилеток. Тридцатилеток. Вы называли это пограничным уровнем, да, или там уровнем интервенции? Да, то есть, безусловно, это вредит японскому экспорту. В общем-то, экспорт из Японии существенно снижается на фоне проблем в той же еврозоне, на фоне замедления экономики Китая, США в том числе. Соответственно, уровень где-то 7,6,5-7,7, это возможный уровень интервенции. Безусловно, интервенция, которую может провести Банк Японии, она будет неожиданной. Ну, то есть, она может быть там, может быть, даже завтра утром, может быть, на следующей неделе. Я хотел, да, ты начал о размещениях американских тридцатилеток рассказывать, да, и говоришь о том, что есть некая связь, да, между, между, ну, часто наблюдается, да, вмешается активность в, как раз, паре доллар-иена, связанной с тем, что, да, японские инвесторы активно покупают доллар, чтобы на него, соответственно, купить долговые обязательства. Поэтому я резюмирую мысль, да, вот торговый сигнал у нас появился от Сергея Кочергина. В паре доллар-иена есть возможность, да, рассматривать длинные позиции в паре, да, по текущим практически, да, с текущих уровней, 77,40, может быть, чуть ниже. Стоп-лост, главное, не стоит поставить. Да, да, ну, стопик, в принципе, тут не очень глубокий получается. А идея следующая, да, близость, собственно, ключевого уровня, да, близость уровня связана с валютной интервенцией и сегодняшнее размещение американских бандов. Вот такая история. Значит, я хотел бы, уважаемые гости, задать вам вопрос по поводу одной из любимых моих валютных пар. Называется она фунт-доллар. Фунт-доллар. Сережа обещал целевые уровни озвучить. Это не коммерческая тайна, я надеюсь. Значит, текущий курс, напомню, да, ну, собственно, 1,61, будем говорить, что вот 61 фигуру обнимает фунт уже несколько дней. Сейчас мы видим коррект, ну, не коррекцию, встали они, как и евро, около 1,29, так и фунт, около 1,61. Что можно ждать дальше, Сереж? 1,59,5, это целевая точка по фунту. И под другими валютами. От текущих или будет какой-то все-таки заход? Да, на конец сентября 1,59,5. А, на конец сентября. Да, я по основным валютам тогда скажу. Давай. Евро-доллар 1,27, фунт-доллар 1,59,5, пара доллар-иена в долгосрочной перспективе 81. Долгосрочный это сколько? Ну, там, несколько месяцев, возможно, да. Ну, до конца года. Австралийский и новозеландский доллар, они ниже все-таки, вероятно, будут торговаться из-за замедления... Ниже текущих? Да, из-за замедления экономики Китая. То есть, можем по новозеландцу упасть в район 0,78, то есть, фактически на 400 пунктов вниз с текущих уровней. По Австралии можем выйти в район паритета, то есть, сейчас Австралия в районе там 1,04, 1,04,50. Вот. Китай покупает товары, которые экспортируют в Новой Зеландии. Австралия, соответственно, замедление экономики Китая, безусловно, скажется на экспорте из этих стран. И эти валюты будут под давлением. Вот. По канадскому доллару 0,98 пока, точка. 0,98, да? Я посмотрю сейчас, текущая котировка 0,97,60. Ну и надо сказать о паре доллар-канадский доллар, да, что недавно он обновил минимумы, да, многомесячные. Собственно, пробил поддержку. Вот сейчас пытается основание как раз в районе 0,97 с полтиной там найти. Ну, вообще, общее ожидание по рынку, что все-таки американский доллар укрепится относительно всего спектра валют. Вот. Коррекции, допустим, по евро и по фунту могут быть очень резкие. Очень резкие. Все-таки мы видим, что накачивание экономики деньгами, да, способно запустить экономический рост, ну, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе пока основные макроэкономические показатели не улучшатся. ВВП, безработица, инфляция. Снова все могут начать покупать доллар. Ну, ты говоришь об укреплении доллара, а временную перспективу не нарисуешь? Укреплении доллара. Ближайший месяц, может быть. Ну, в любом случае, до конца года или там до выборов, да? Да. Еще один вопрос. Дим, присоединяйся. Индикатор под названием индекс доллара. Рассматриваете, нет? Сереж? Ну, так, немножко. Ну, там, в принципе, доллар сейчас снижался, да? Собственно, там такая же картина, похожая. Похожая, конечно. Поскольку против эффекта, да? Там сейчас был импульс, соответственно, мы увидим коррекцию сейчас АБЦ, скорее всего. Потом можем увидеть еще один. Ты приверживается, я так понимаю, теорию Лиота. Ну, мне просто ближе использовать теорию. Ну, я вообще в целом рассматриваю это как такое ответвление теории циклов. Рынки, там можно волны вульфа использовать, да? Просто Эллиот более известный, так сказать. И там он больше привязан к сетке Фибоначчи, которая, опять же говорю, что на парах, она вот когда идет такой боковик или когда идет длительная коррекция плоская, там очень сложно что-то вычленять. А сейчас как раз пошли движения, на которых можно что-то попытаться спроецировать, что-то попытаться вычленить. И хотя я валютами сам персонально не занимаюсь, но то, что валюты очень важны по ВДРе, того, что происходит на фондовых рынках, на рынках США, да и на российском рынке, поэтому, конечно, приходится их анализировать и смотреть. Поэтому тут можно еще говорить о том, что глобально действительно могу только согласиться, что в экономике... Сейчас очень интересно, наверное, не сегодня, но в последние годы, даже месяцы, интересная ситуация, когда все субъекты производственного даже процесса в экономике, они такие же геймеры, как те, кто дома торгует индексом или валютами. То есть когда производственные компании принимают решение о закупке ресурсов, не исходя из производственной необходимости, а исходя из того, какой цена будет через 3 месяца, через 6 месяцев, то, что мы видим сейчас на рынке промышленных металлов, медь, никель, в упрямом смысле зол, хоть это другое отвязление, так сказать, другая ветвь спекулянтов. Но то, что мы сейчас видели, мы видели фактически отскок экономических индикаторов, там PMI, на том, что производственные компании, услышав про КУЕ и про перспективы, так скажем, улучшения экономической активности, начали наращивать производство. Но в реальности мы наблюдаем то, что мы сейчас наблюдаем, и реальный спрос не растет ни в Европе, ни в Европе, ни в Европе там вообще, пересмотрел словно снижение, в США там также ситуация формально распределить эти 2,5% на составляющие. Составляющие мы увидим, что значительную долю роста сейчас составляют циклические высоковолатильные компоненты, автомобильные, другие, так или иначе, связанные с автомобильным, под субкомпоненты. Поэтому вот очень интересная ситуация в экономике, то есть все, что двигает рынки, это ожидания очень сильной количественной экспансии, и эти же ожидания двигают и рынок сырья, и, соответственно, пока позволяют низко находиться относительно доходности наиболее высоконадежных инструментов. И вопрос, то есть главный вопрос в том, насколько эта эйфория, насколько это массовое заблуждение может продлиться. А продлиться оно может достаточно долго, то есть целевой уровень по S&P там 1560 в рамках этой, так сказать, движения, он не является нереалистичным. Другое дело, может, не стоит сейчас покупать в расчете, да, там, долгосрочный этот уровень, но нужно понимать, что потенциал этого движения вверх, он существует. И несмотря на весь микроэкономический негатив, надо очень с осторожностью смотреть на рынки. Я понял. Ну, я хотел вопрос тебе про Эллиота задать, забыл, пока ты говорил, забыл этот вопрос. Я сейчас смотрю на график S&P, и вот, если можно, прокомментирую, как раз с точки зрения Эллиота, может быть, ну и каких-то других макроэкономических параметров. Значит, ближайшее сопротивление, которое мы уперлись, и которым стоим, это 1440. Ну, я так округлил, да? Значит, следующий уровень, да, максимальный, это, в принципе, хаи вот эти докризисные, это где-то в районе 1560. Что делаем сейчас? В принципе, говорю, что... Ну, ты не зашартил бы вот на почитываться? На текущем уровне я бы индекс вряд ли бы, я, в общем, его и не шарчу, да, то есть ждал бы момент, если будет реальный разворот с откатом, пожалуйста. Ну, просто тренд, есть как бы известно статистическое, да, правило, что если тренд есть, вне зависимости от своих внутренних убеждений, нужно с ним быть осторожным, не нужно пытаться его обмануть и оказаться умнее всей этой толпы, которая идет против тебя. Поэтому тут нужно понимать, что есть другие возможности на рынке заработать, на таком интересном рынке, как сейчас. Во-первых, надо смотреть опционы, во-вторых, надо смотреть пары к интеграции, то есть то, что одни пары, именно отрасли, если взять, допустим, рынок США, там очень интересная была целая ралли, да, на рынке, на среди высокотехнологичных компаний. Apple, Google, очень были хорошие два месяца, сейчас они явно разворачиваются, там можно как раз думать, не, вот я говорю, что можно думать не о коротких позициях по рынку, а о коротких позициях по отдельным инструментам. Там, смотря на таргеты, которые Apple выставляют в районе, там, тысячи долларов и видят то, что сейчас происходит на графике, очевидно, дивергенция и потенциал там отката существует. По Google тоже потенциал коррекции присутствует, то есть если шортить, выбирать отдельных таких наиболее перекупленных акций и их, скажем так, шортить. Судя по графикам, большинство, они все, по сути, на хаях сейчас стоят, да, кто из них перекупленный, ну, смотрим там. Кстати, извини, Дима, вот у нас Сергей, слушатель, внимательно слушает и говорит следующее. Очень интересно, это уже приятно, но хотелось бы попросить пояснять терминологию. Я перефразирую, Сергей слушает и говорит, очень интересно, но непонятно. Ну, пусть звонит, пусть дает конкретный вопрос. Ну, терминологии, у нас много всяких терминологий пролетает, да, начиная от шарта, что такое за шарта. Ну, да ладно. Значит, Дима, спасибо, была просьба у меня за эфиром, я ее озвучил, давай сейчас об этом поговорим. Как вы принимаете инструмент под названием золото, я его лично очень люблю, и какие перспективы, Сереж, у него, как ты думаешь? По золоту 1800, 1790-1800. Вот деловой человек, не нравится, вот что значит, да, пришел, вот, не надо ничего тут рассказывать, цифры сказал, все. Когда покупать-то? Когда покупать? Покупать надо было на 1510. Ну, милый мой, вот это уже непрофессионально, нет, нет, 1510. Я 1650, нет, 1560. Хорошо, я продолжаю. То есть, в текущий момент покупать золото не стоит, потому что, ну, район там 1720 дороговато. Условно говоря, потенциал роста там 80 долларов, потенциал падения может быть там 100-150 долларов. То есть, смотрите, да, фундаментально, чем интересны покупки золота, когда основные центробанки, там, ФРС США, ЕЦБ фактически проводят программы количественного смягчения, то есть накачивают денежную массу, покупая облигации. Инфляция в той или иной степени в этих странах, она повышается. Пока она находится под контролем в еврозоне, показатель CPI, индекс потребительских цен, составляет 2,6, в США около 2%, то есть пока все нормально. Соответственно, крупные хедж-фонды покупают золото с целью защиты своих сбережений именно от инфляции. Следующий момент, золото очень ликвидно. Соответственно, опять-таки, если американский доллар, например, начнет падать, там, в случае запуска программы QE3, по золоту нельзя исключать обновление исторического максимума в районе уровня 1920. Вот, просто хотелось бы дождаться какой-то коррекции, и тогда уже... Ну, это логично, да, по текущему, наверное, да, действительно, это не очень логично было бы покупать, коррекция все спасет. Вот, я прошу прощения, мы привьемся сейчас, послушаем новости в исполнении Анастасии Юрьевой, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые, уважаемые слушатели, на финам FM программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, последняя часть нашей беседы, заключительная часть, будем подводить итоги и попытаемся определить, что же в сухом остатке на сегодняшний момент. Напомню, мы говорим сегодня о зарубежных площадках, о рынке валютном преимущественно. В гостях у меня Сергей Кочергин, аналитик группы компании «Форекс Клаб» и Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». Телефон в студию, напомню, на всякий случай, 6510 99,6, сайт компании «Финам.фм». И вопрос, который меня очень интересует, я пристаю сегодня к моим гостям, с ним, и хотелось бы услышать мнение слушателей, как вы думаете, что скажет господин Бернанке, будет, не будет. Очень бы хотелось по текущим как раз открыть короткую позицию и собрать много-много шоколада. Ну что ж, звоните, делитесь, продолжим разговор. Кор, значит, последняя наша тема, это да, мы обсуждаем золото в качестве инструмента, ну, инвестиционного, наверное, во многом, да, Сереж? Да, да. Инвестиционного, не спекулятивного, все же, да? Да, наверное. Дим, твое мнение? Ну что говорить, золото, у него уже была такая, так сказать, эпоха, когда его все покупали в 80-е годы, потом была очень жесткая посадка, которая многих разорила. Соответственно, сейчас опять фаза цикла, когда мы покупаем, там, когда я вижу, там, некоторые пытаются озвучивать цели, там, в районе 30-ти тысяч, да, там. 30-ти тысяч? 30-ти, да, ну, вот люди берут и, да, и говорят, что будет гиперинфляция, золото 30-ти тысяч. На это все надо, конечно, смотреть критически, потому что как бы золото не росло, да, то есть как бы оно сейчас не отрабатывало ожидания тех, кто пытается уйти из денег во что-нибудь, да, в страхе, что эти деньги превратятся в пыль. Нужно понимать, что в Японии тоже в какой-то момент были определенные инфляционные ожидания в 90-е годы, были действия Центробанка. Понятно, что нельзя всю мировую экономику увязывать, там, и сравнивать с Японией, но так или иначе, все то, что делают Центробанки, оно очень похоже на то, что делалось в Японии. И никакого бесконтрольного печатания денег, никакого бесконтрольной, то есть те меры, даже количество смягчения, о которых говорится, они очень носят такой характер, строго говоря, даже, в общем-то, и недостаточны даже для того, чтобы нынешнюю ситуацию с инфляцией развернуть и повлиять, как-то экономику развернить и долгить, обесценить. То есть, если говорить всерьез, то эти меры смягчения должны быть гораздо жестче, радикальнее и необратимее. Из того, что делают сейчас регуляторы, что в Европе, США этого явно недостаточно, и, соответственно, просто есть определенный цикл, в рамках которого мы идем сейчас пока вверх, и в рисковых активах, и в металлах, там, в сырье. Понятно, что придется, придет неизбежно тот момент, когда эти ожидания, когда, как сейчас все в это сырье бегут, они из него побегут обратно и будут искать деньги, как единственное, так сказать, ну, деньги, заменители денег в виде казначейских облигаций, которые так на хаях, а там доходность будет, может, еще даже более негативной, если дефляционная угроза начнет разворачиваться, дефляционная спираль в полную силу. И там будет очень интересно, и золото будет себя вести очень волатильно, тот, кто покупает там сейчас вблизи 1700-1800, они могут спокойно уполовиниться, так сказать. Поэтому понятно, что, когда видишь тренд, надо краткосрочно пытаться его эксплуатировать, делать все, что можешь, и, соответственно, ну, нужно четко понимать горизонт своих позиций, и четко там действительно стоять стопы, и понимать, что если этот стоп не сработал, можно очень хорошо просесть на текущих уровнях. Это ужасно, когда не сработал стоп, зачем же его ставить тогда? Я понял. Спасибо, Дима. Смотрите, значит, я хотел бы вот еще о чем вас... А, ну вот, собственно, да, ты мне подбросил как раз эту мысль. Ну, что-то случится, сейчас не будем говорить о причинах, поговорим о следствиях. Что-то случится, и народ, значит, активно распродавать все, что ранее напокупал, сырье ли, золото ли, металлы, да, там, высокодоходные валюты. И куда он побежит? Вот что меня интересует. Сереж, куда он побежит-то? Я всегда предлагаю диверсифицировать портфель. То есть абсолютно точно сказать, какой сектор экономики стрельнет, там, в будущем сложно, да? Вот я немножко еще что хотел рассказать. С начала этого года мы наблюдаем, какую ситуацию. Глобальный капитал, он идет в основном в развитые страны. В США, то есть с начала года индекс S&P прибавил порядка 15%. Индекс DAX немецкий прибавил около 25%. В то же самое время, допустим, Emerging Markets, они выросли всего лишь где-то на 5-7%. А наши практически на тех же уровнях. Да, 95% сделок на российском рынке в основном осуществляют крупные хедж-фонды, там, пенсионные фонды. В основном это американские, в том числе и деньги. Вот. Соответственно, если говорить вообще о России, мы, конечно, на нефть завязаны. То есть можно говорить, там, о Куе-3 и так далее, и так далее. Но все-таки надо отметить, что пока цены на нефть выше 100 долларов, и пока у нас даже возможный дефицит бюджета, там, ну, будет в районе, там, минус одного или минус полутора процентов, в принципе, России ничего не грозит. Вот. Хотел сразу также цель про рублю озвучить. 31.50. Вот. На конец года можем быть немножко выше. То есть там в районе 32-33 рублей. А 31.50 это в краткосроке? Потому что сейчас-то вот мы практически... Это справедливая цена. То есть мы полагаем, что можем выше, ниже быть, там, на рубль два, да? Но 31.50 мы вот где-то год будем закрывать на этих уровнях. Ну, мы сейчас вокруг него и крутимся. Ну, в этом... Извини, я прервусь, потому что, значит, наш слушатель Андрей свое мнение озвучил по моей просьбе. Мнение Андрея не будет куэтри, и будем корректироваться вниз. А дальше непонятная мне фраза. Рад буду ошибиться. Андрей, а зачем же ты радуешься? Боже мой, друг мой. Рад буду ошибиться. То есть ты... В ланге, наверное. Он стоит в лангар, да. А мое мнение еще не будет куэтри. Ну, закрывайся, пока не поздно, боже мой. Ну, вот этот комитетный диссонанс на фондовом рынке – самая опасная ситуация. Хотя все мы в нем перманентно находимся. Нет, мне еще всегда нравится. Но это больше к аналитикам. Я прошу прощения. Не о присутствующих, конечно. Которые любят примерно так разговаривать, да? Что может продолжиться рост, но и, вероятно, коррекция. Отсюда, кстати, масса анекдотов, да? Взаимоотношения трейдера и аналитика, которые последний советуют, первый советом следует и теряет деньги. А потом начинают неприятности. Ну да ладно, не будем о плохом. Андрей, спасибо за ваше мнение. Хотя еще раз повторю. Если вы мнение имеете, надо его придерживаться. И ваши торговые решения должны быть в русле этого мнения. Не будет кое-три, значит, шортим активно, прям по текущим. И все. И мама не горюй. Я тебя прервал, значит, мы говорим... А, ответа я не получил, тем не менее. Ситуация следующая сложится, да? Сложилось, сложится. Ну так, пока гипотетически. Когда народ побежит отовсюду, куда он побежит? Где это надежное актив сохранения капитала? Ну если под народом подразумевать, вот те сейчас корпорации, о которых мы сегодня уже говорили, которые пытаются купить какие-то так называемые реальные активы, они, им ничего не остается делать, как покупать и без того дорогие казначейские облигации наиболее надежных стран. Например? США, Германия и так далее. Там ставки будут еще более низкие, где-то будут негативные. А вот этот, все говорят о пузыре на рынке трежерис и так далее. Этот, он, конечно, пузырь-пузырь, понятно, надо как-то финансировать американскую, так сказать, экономику и бюджет в том числе. Но он еще далек от своего максимума, поскольку не созрели еще такие, так сказать, источники, да, не созрели такие объекты, которые могли бы заместить высоконадежные активы, да, американские. Не созрели, в принципе, их нет просто, у нас альтернатив-то нет. Ну, они будут формироваться, Китай будет формироваться постепенно, то есть Азия так или иначе все равно формируется. Китай сам по уши там в американских трежерях. Конечно, но они будут замещаться по мере того, как, так сказать, Китай-то почему в них по уши? Потому что это, он вынужден в них находиться, чтобы, так сказать, считаться кредитоспособным, потому что, так или иначе, американские трежерсы лучше коллатерал, то есть это тот инструмент, под который можно взять что-то другое, да, и это самый ликвидный на данный момент и самый считающийся надежный инструмент. Поэтому в Китае там куча собственных проблем, в том числе кредитных, да, и эти проблемы, они сейчас, судя по всему, будут нарастать и будут очень, Китай, так сказать, на всех уровнях будет очень нехорошо Китаю. И в этом контексте, так называемые, высоконадежные активы, они будут Китаю нужны. И надо еще понимать, да, что сейчас рынки, тоже другой триггер, ну, так сказать, другая тенденция, которая наблюдается. Явно есть бегство в качество не только на долговых рынках, но и бегство в качество на рынках акций. Вот если мы обычно любим по странам разделять активы, а давайте разделим по факторам, если разделим по факторам, то есть какие-то активы качественные, какие-то некачественные, какие-то акции дивидендные там и так далее. То есть, росло последний год, растет все, что дает высокое качество, все, что зарабатывает реальные деньги. Это всякие, даже если посмотрим, там, ну, IT, понятно, компании такие, как в США, у которых там денежный поток самый лучший, всякие фармацевты, которые получают прибыли вне зависимости от экономического цикла, пищевые какие-то отдельные компании. То есть, все это пока, несмотря на циклическое ралли, которое наулигали, действительно, в последние полтора месяца росло все то, что очень сильно отстало, но, опять же, долгосрочно эта идея дивидендных акций, которая, к сожалению, на российском рынке, она очень простая, да, то есть, возьмем там рынок, там есть Газпром, да, Лукойл, который платит хорошие дивиденды, но дальше раз-два и обчелся. А вот, если посмотреть на Европу, там 5-5% дивидендно доходность сейчас, это фактически реальность, да, то есть, там можно найти компании, которые платят 9%, 8%, поэтому нужно действительно формировать с позиции инвестора дивиденцированный портфель, не бояться смотреть в Европу, США, вот, а сырьем и вот этими прочими высоковолатильными инструментами уделять им какую-то долю, да, в рамках вот этой теории риска, да, но понимать, что там могут быть колебания. Ну, так, чтобы вкладываться в них, да, там. Да, то есть, искать надежные, хорошие идеи, может быть, дивидендные качества. Компаний очень много, да, и поэтому сейчас даже нет смысла, так сказать, их перечислять. Спасибо. Сережа, у меня к тебе вопрос, ну, несколько неожиданно, у меня чешутся руки, вот, в хорошем смысле слова. Вот я евро-доллар по текущим 1.29 хотел бы сейчас продать со стопом 29.50. Нормально? Нет. Объяснение очень простое, мы об этом говорили уже в ход этой передаче в какой-то степени. Все-таки сейчас и сырье, и пара евро-доллар, и индекс S&P 500, они находятся в растущем тренде. Вот, шортить растущий тренд очень опасно, то есть мы можем получить новый максимум. Ну, потому что он уперся в сопротивлении. Несмотря на это, да, то есть пока тренд растущий, по крайней мере, на дневном масштабе по паре евро-доллара. Самый быстрый рецепт к разорению, зашортить тренд, потом два раза усредниться, и, так сказать, а потом наверху закрыться. Да. Ну, тебя закроют, если что. Ну, да. Там ребята следят за этим делом. Маржин колл не загорает. Ну, не к столу будет сказано. Я понял, Сережа, спасибо. Значит, все, я от идеи зашортить по текущим евро-долларам отказываюсь. Значит, мы будем потихонечку закругляться. Прежде всего, небольшой анонс. Осень 2012. Возможно ли в России социальные волнения? На этот и другие вопросы Юрия Пранько сразу после выпуска новостей в прямом эфире отвечает известный экономист Евгений Гондмахер. Подключайтесь к разговору. А для вас, уважаемые мои слушатели, я напоминаю, мы сегодня говорили о ситуации на зуберных площадках. Время чени за горами. 22.15 сегодня выступление господина Бернанке. Что бы он ни сказал, традиционно я желаю вам успехов на рынке. Всего хорошего. Спасибо.